Что самое важное в освещении таких мероприятиях? Оперативность. Самая главная оперативность. То, что ты успел сегодня сфотографировать или сегодня написать заметку, нужно тут же моментально с ней работать, потому что, как вы видите, здесь в пресс-центре более 3000 журналистов со всей Европы. И я помню, когда я приехал первый раз на Евровидение, это было в 2006 году, я работал тогда с Биланом как фотограф делегации, и я не мог поверить, как быстро и молниеносно работают люди. То есть фотограф, например, только сделал фотографию, тут же с руки забирает флешку, перекидывает ее куда-то, отправляет ее своим коллегам в ту страну, в которой он работает. То есть самое главное быть очень быстрым, потому что только тогда твое издание, твоя радиостанция, твой телеканал сможет первым опубликовать эту информацию, эту новость, это событие. То есть, например, когда прошел там первый полуфинал, и Сережа Лазарев вышел из первого полуфинала в финал, понятно, что через 5 минут об этом уже знают все. И вот нужно умудриться в эти 5 минут очень быстро, очень оперативно отослать тот материал, который вы сделали, куда-то. Например, сегодня была прогулка с Сережей Лазаревым, с русской делегацией здесь на Евровидении в Швеции. И я понимаю, что уже там сегодня вечером про нее будут знать все. Поэтому днем это то время, когда я могу связаться со своими нанимателями, со своими работодателями, предложить им материал, отправить фотографии, написать красивую статью, для того, чтобы они опубликовали хороший, интересный текст. И завтра, когда люди только проснутся и будут думать, что же там происходит на Евровидении, газета уже выйдет с этим материалом. Так как вы уже 10 лет подряд ездите на Евровидение, возможно, у вас есть какие-то уловки, хитрости? Как сделать так, чтобы звезда обратила внимание в толпе журналистов, чтобы задать вопросы? Ну, смотри, в толпе журналистов, во-первых, начнем с того, что когда, неважно, работая с журналистом или фотографом, артист подходит, и перед ним стоит огромная толпа людей, фотограф, он их не видит, потому что, как правило, фотографы слепят их светом, неважно, это оператор или фотограф, кто бы угодно. И поэтому артист, несколько артистов, они начинают как бы щуриться, моргать, и для них вот мы, люди, журналисты, мы сливаемся в одно пятно. Поэтому, значит, несколько вещей. Во-первых, можно резко поднять руку, потому что любой человек реагирует на движение. Если здесь стоит артист, а перед тобой, перед ним стоят фотографы, и кто-то резко поднимает руку или делает какое-то резкое движение быстро, то глаза артиста на доли секунды будут направлены в эту сторону. И ты, если ты фотограф, ты можешь уже, естественно, пофотографировать, поймать взгляд. Потом, конечно, нужно уметь не бояться разговаривать с артистом и просто ему что-то говорить. То есть, вот подошел там Дима Билан в 2006 году, в 2008 году, или там Полина Гагарина, просто начинать тут же разговаривать. Понятно, что артист видит много людей, но там Полина Гагарина, Полина, здравствуйте, как прошел сегодня день, какое ваше настроение? Потому что артист реагирует, помимо всего прочего, на звук. Даже не то, что он вслушивается в этот вопрос, но он слышит, вот допустим, что, о, с этой стороны кто-то говорит, или с этой стороны кто-то говорит, или кто-то резко поднимает руку. И артист начинает в эту сторону смотреть, в какой, если вопрос ему нравится, то есть, вопросы должны быть заготовлены в голове. Если артисту нравится ваш вопрос, то он захочет продолжить беседу. То есть, если спрашиваешь что-то банальное, например, как прошел ваш сегодняшний день, или там, что вы кушали на завтрак, наверное, неинтересно. А если вы сможете задать какой-то интересный, заранее подготовленный вопрос, добрый, или, ну, такой человеческий подход, например, узнать у Сережи Лазарева, который в этом году выступает на Евровидении. Сережа, за кого ты сам болеешь? Да, вот интересно же, он же, понятно, что все болеют за него, мы русские, мы болеем за Сережу Лазарева, а за кого болеет сам Сережа Лазарев? И он захочет на это ответить, он посмотрит в вашу сторону и завяжется диалог. Как узнать, в каком отеле живет звезда и как поймать эту звезду? Все пользуемся социальными сетями, Инстаграм, Контакт, Твиттер, Одноклассники, все что угодно. И это вот такие небольшие уловки, про которые можно и нужно знать, потому что все артисты немножко тщеславные. И, конечно, они будут публиковать фотографии с того места, где они находятся. Например, в этом году Сережа Лазарев опубликовал фотографию, где он завтракает, пьет чашечку кофе, но Инстаграм сверху поставил локейшн, что он остановился именно в этом отеле, где он и живет. Потом, что я стал делать? Такой провел целую детективную историю, я стал смотреть, вот что у него нарисовано на чашке. Потом смотрю геолокацию, где помечен этот отель. Захожу на сайт отеля, сверяю, такая ли чашка? Нахожу такую чашку, сверяю, понимаю, что попадает. А, в принципе, эта информация именно здесь, на Евровидении, на таких больших мероприятиях, она не прячется. То есть артисты сами максимально стараются общаться с журналистами, с прессой. И всегда можно просто подойти заранее, спросить, что можно ли мы в такой-то день подъедем, пообщаемся, и артист всегда пойдет вам навстречу. Это во-первых. А, во-вторых, можно всегда ждать артиста около отеля. Например, вот когда я начинал приезжать на Евровидение в самом начале, я так и делал. То есть я приезжал к отелю, садился в холл, заказывал себе чашечку кофе и сидел там где-то, ну, пару часов, пока там Дима Билан выйдет или кто-то другой, кого-то увидев из артиста. И когда я вижу к артисту, я тут же подхожу. Не надо спрашивать сразу автограф, потому что артисты, наверное, на это обижаются, но всегда пытаюсь завязать как-то разговор и сказать что-то хорошее. Обращаясь к Диме Билану, я говорю, Дим, желаю тебе удачи, пусть у тебя все получится. Нервируешь сам, то есть человека нужно зацепить на общение. И Дима уже говорит, что, ну, слушай, ну да, ну там сложно, боюсь, не боюсь и так далее. И вот когда начинается диалог, уже там ты спрашиваешь, а можно я завтра подойду, вас сфотографирую или послезавтра. Иногда можно ждать просто около входа в отель, хотя так как мая, это не такое холодное время суток, просто когда выходит артист, то тоже подойти, сфотографировать, пообщаться. Почему вам самому нравится ездить и снимать на Евровидение? Наверное, я заболел Евровидением, когда первый раз приехал сюда, это было 10 лет тому назад, и я понимаю, что первый раз мне все было необычно и страшно, какие-то пресс-конференции шли, люди, говорящие на английском, и на тот момент я еще плохо разговаривал на английском, и очень стеснялся, очень переживал. Ну, в России на любом мероприятии ты видишь артиста бегом, на час, на два, на три, он приехал, уехал и все. Здесь же за две недели пребывания в стране, там, допустим, в Швеции или где бы не было Евровидения, ты сможешь, у тебя есть возможность пообщаться побольше с артистом, изучить его, посмотреть, как он живет, чем он живет, как он общается на пресс-конференции, куда он ходит, где он кушает. Я понимаю, что вот эта атмосфера Евровидения, когда около тебя это огромное количество коллег со всего мира, со всей Европы, это очень хороший потенциал, ты можешь понаблюдать и посмотреть, как работают взрослые люди со всего мира, не только российская пресса, да, я, например, смотрю, как работают австралийцы, как работают американцы, потому что с этого года Евровидение будет показываться, транслироваться в Америке, поэтому сейчас можно увидеть американских журналистов. Учиться общаться с ними, потому что они не знают, как там в России, не знают русского языка, мы не знаем, как это они, надо учить английский язык, нужно смотреть, что они делают, как они общаются, как они, вот я как фотограф, да, я понимаю, что я не знаю, как фотографировать, и тоже есть один совет, если я вижу, что фотограф что-то снимает, и я даже не понимаю, что он снимает, я всегда аккуратно подойду сзади и посмотрю, вот, что, как он работает, какой ракурс, и, может быть, он видит ракурс, которого я не вижу, и я для себя поставлю заметку, думаю, да, хороший ракурс. Так что здесь можно учиться ездить, когда ты первый раз приехал на Евровидение, ты понимаешь, что ты можешь ездить вообще постоянно.